В заключении сегодняшней передачи короткая заметка писателя Виктора Некрасова о фильме «Красный шар» французского режиссёра Ла Мариса. У микрофона автор. Сегодня я хочу рассказать о фильме, который впервые увидел в 1962 году и совершенно был им покорён. Сейчас я опять посмотрел его и пришёл к выводу, что это один из лучших, а может и самый лучший из всех виденных мною французских кинофильмов. Речь идёт о фильме «Красный шар». Автор его режиссёр Ла Марис. К сожалению, его нет уже в живых. Он разбился на вертолёте во время съёмок очередного фильма. Потеря для французского кино невозвратимая. Позволю себе привести полстранички, посвящённых этому фильму из моего очерка «Месяц во Франции», опубликованного более 20 лет тому назад в номере четвёртым журнала «Новый мир» за 1964 год. Фильм коротенький, всего полчаса. Когда он кончается, хочется тут же, сейчас же, посмотреть его опять сначала. В фильме фактически два действующих лица. Маленький мальчик, его играет сын режиссёра, и Красный шарик. Они познакомились на улице. Мальчик снял его с фонаря, где шарик запутался, и подружились. Шарик полюбил мальчика, не отставал от него ни на шаг, летал за ним повсюду, провожал его в школу, ждал, когда кончится занятие, летел вслед за автобусом, в котором ехал мальчик, и когда мальчика посадили в карцер, полетел вслед за злым учителем и пытался сбить с него шляпу. Один только раз шарик отдалился. Это когда увидел другой шарик, синий, который несла маленькая девочка. Он попытался за ним поухаживать, но роман не удался. Мальчик и девочка их разлучили. Кончается все очень грустно. Злые мальчишки хотят отнять шарик у мальчика. Начинается погоня. И я не знаю в мировом киноискусстве погони, которая так бы захватывала зрителя. С ужасом думаешь, что шарик попадет в руки к мальчишкам. Он попадает, но мальчик спасает его. Увы, ненадолго. Камень из рогатки убивает шарик. Шарик сжимается, выпускает воздух и тихо падает на землю. Дернулась в последний раз веревочка и затихла. Шарик умер. И тут, о чудо, к бедному нашему убитому горе мальчику слетаются вдруг все шарики Парижа. Вылетает из окон, из магазина, вырывается из рук детей, летят, летят через весь город к убитому шарику, к нашему мальчику. И забирает нашего мальчика. И летит он над Парижем все выше, выше, грозь разноцветных шаров, и мальчик с ними. А мертвый шарик так и остался на мостовой. Увы, так и в жизни бывает. Я рассказал содержание этого маленького, такого обаятельного и поэтичного фильма, но не смог передать дух его. Он очень французский, этот дух. Веселый, забавный, а в общем грустный. Французы, ведь, не только весельчаки. Мне очень жаль, что я не познакомился с Ла-Морисом. Это большой художник и, очевидно, очень хороший человек. Я поблагодарил бы его за его высокое искусство, пожал бы ему руку и в это рукопожатие постарался бы вложить всю свою любовь к французскому народу. Веселому, задорному, чуть-чуть сентиментальному, иногда грустному, но всегда живому. И вот через 20 лет я посмотрел его опять. Его и «Белую гриву» того же Ла-Мориса. И с той же уверенностью могу сказать, да, это лучи из всех французских фильмов, которые я видел. А за 20 лет я повидал их достаточно много. И с Габеном, Фернанделем, Мишелем Симоном, Даниэль Дарью, Бриджит Бардо, Мишель Морган, etc., 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 как говорят французы. Лучи, потому что в нем нет ничего, подчеркиваю это слово, ничего лишнего. Есть два первоклассных актера, которые не актеры, мальчик и красный шарик. И, наконец, потому что в противоборстве добра и зла побеждает зло. Но торжествует дружба, думаю, самое святое на свете. Красный шар снят без малого 30 лет тому назад, в 1956 году. В том самом году, когда кровью было подавлено венгерское восстание. Появление этого фильма именно в этом году, мне кажется, говорит о многом. Уход для Мариса из жизни – большая потеря не только для французского, но и вообще для искусства. И как же я жалею, что так и не смог познакомиться и пожать руку человеку, который это искусство, к тому же, прекрасное творил.